У каждого популяризатора есть несколько причин заниматься популяризацией. От сугубо каких-то личных, иногда даже эгоистических, иногда можно денежек заработать, хотя практика показывает, что жить на это не получится никак, до просто нравится людям, просто хочется рассказать то, что знает, до глубоко таких философских и общечеловеческой ценности причин. Главная, на самом деле, ценность популяризации в том, что если мы не будем объяснять людям, как устроен мир, если люди друг другу не будут тоже объяснять, то мы скатимся в средневековье, и все у нас станет плохо. В какой-то степени популяризаторы, когда пытаются просветить других людей, они стараются обустроить и свое личное, и общество будущее, потому что наша жизнь очень зависит от науки современной. Мы одеты в вещи, сделанные наукой, мы питаемся веществами, едой, выращенной по науке. Все-таки жить в каменном веке, бегать с каменным топором, трепать лен, чесать лен и так далее, сейчас никто не готов. И когда это в качестве реконструкции делается, ой, человек палочкой огонь зажег, вот там недавно я видел ролик, восстановили мельницу какую-то там средневековую, она заработала, чудо. Это прикольно по-своему, как бы, да, это показывает, что предки тоже были не дураки, и на самом деле это все делать не так просто. Но в этом же и суть, что мы сейчас можем делать это все, с одной стороны, гораздо технологичнее, а с другой стороны, гораздо проще для конкретного отдельно взятого человека. Но чтобы этот уровень цивилизации поддерживался, развивался, и нам становилось жить все лучше и веселее, нужно, чтобы люди знали о достижениях науки, не боялись этих самых достижений науки, верили в науку и стремились ей заниматься, чтобы они не уходили в стырканье планшетик, смотрели просмотр там каких-то бестолковых сериалов, ну и всякую прочую фигню, да, какую-нибудь там хиромантию, а занимались делом. И если все общество будет здоровым, ментально, психически, будет критически подходить к действительности и критически мыслить, объективно, адекватно себя вести, ну, лечиться не у шаманов, да, и там, не у какой-нибудь там гомеопатии и заговорами бабушкиными, а лечиться нормальной медициной человеческой. Если будет одеваться ничего во что гораздо, а в нормальную одежду, да, строить дома по технологиям, чтобы они не разваливались, ездить на нормальных машинах, которые будут, опять же, нормально работать годами и не разваливаться, тогда у нас все будет хорошо. А если мы все это продолбаем и будем жить черти как, ну, у нас тоже на планете есть масса тому примеров, там можно посмотреть на какой-то там Сомали, что бывает, когда нет никакой науки. Вот, ну, что-то как-то не хочется, чтобы так было. Поэтому очень отрадно, что у нас в стране популяризаторские проекты развиваются, многие из них, правда, исчезают, а многие все-таки вот эту конкуренцию выдерживают, и в частности, Курилка, Густерберга, который я сейчас даю интервью, тому примером возникло давно, одно из первых популяризаторских вот таких проектов, да, у нас в стране, и активно, бурно развивается, осваивает новые территории, что не может не радовать. И чем больше будет вот таких популяризаторских проектов, чем больше каждый из них охватит аудитории, тем будет лучше и самим организаторам, ну, это такая маленькая приятная фишечка, и самое главное, общество всему в целом, потому что общество будет здоровее, общество будет успешнее, потому что у нас есть конкуренты, потому что другие страны общества и даже просто группы внутри нашей же страны, они тоже не скучают, они по-своему развиваются, и если мы не будем умными, то нас затопочет, и нас не спасет там ни Дедушка Мороз, ни изобилие ресурсов, найдутся умные люди, которые это используют лучше нас, вот лучше, чтобы все-таки наши дети, наши потомки развивались, и, может быть, тогда в будущем мы дадим новый вид и будем говорить, о, там были сапиенсы, они слушали популяризаторские лекции, а мы теперь, ого, но для этого надо развиваться, для этого популяризация тоже нужна. Если вы разделяете идеи популяризации науки, если вы хотите светлого будущего, если вы не хотите бояться всякой фигни, а хотите жить хорошо, мыслить критически, жить адекватно, то поддерживайте популяризацию в целом и Курилку Гутенберга в частности. Поддерживать популяризацию вы можете самыми разными способами. Информация прилагается. Продолжение следует...